Добрый вечер! В Украине 20.00. Будьте подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Натальи Белышева. Лобовой удар. В Прикарпатье легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом. Есть жертвы. Слово не воробей. Вылетело, уйди в отставку. Чем немецкий чиновник заплатит за неосторожные высказывания во время интервью? Всех в мойку. Как отравление в Солсбери повлияет на деньги российских толстосумов в Великобритании? Страшная авария. В Прикарпатье четверо погибших, двое из них дети. Еще семь человек пострадали. ДТП произошло на объездной дороге недалеко от Коломы. Легковой автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом. В легковушке была семья, муж, жена, двое маленьких детей. Год и четыре. Все они погибли. Пассажиры микроавтобуса и водитель госпитализированы с различными травмами. В результате вражеских обстрелов на Донбассе погиб один украинский военный. Двое получили ранения. По сообщению штаба операции объединенных сил, боевики обстреливали украинские позиции с гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе населенных пунктов Крымская, Лебединская и Гнутова. Подробнее о ситуации на фронте расскажет Геннадий Вивденко. Перемирь на бумаге и все. Может с утра, может ночью начинать. Могут днем там просто так как бы выстрелить. Ежесуточные вражеские обстрелы уже не в счет. На этой неделе противник стал часто использовать трассирующие, зажигательные пули. На днях Илья и его побратимы занимались несвойственным для них делом. Работали пожарными. Тушили поле вдалеке от своих траншей. Сначала вылили воду из своей водовозки, потом использовали все, что могли найти. Ветки, лопаты, подручными средствами. Ветку сломал какую-то, по пламе убить, потушить. У нас выбора не было. Поле горит рядом с нашими позициями. Плюс мирные жители тоже пострадали бы из-за пламени. Тоже жалко, дома их не строили. Это помогло только частично. Двор одного из домов все же заметно обгорел. Характерно, что жилой район находится очень далеко от украинских позиций. А сами солдаты строго придерживаются режима тишины. В российских нацистах началась агония. А это связано, по-перше, с тем, что уничтожено их ватажка Захарченко. А теперь полностью уничтожаются все диверсионно-разведывательные группы, которые приходят на нашу территорию. И они от этой агонии начинают обстреливать уже мирное население. Такие пожары на окраине города серьезно беспокоят горожан и местную администрацию. Погода стоит жарко. И это на руку боевикам. На этой неделе у нас сгорело два дома от обстрела. Улица Западная, дом 8, и рядышком возле него это район коттеджей. То есть, вот, дома. Один дом сгорел полностью, ну, а второй частично обгорел. Вот, поэтому, какой можно вывод сделать? Вывод можно сделать один. О том, что противник активизировал свои действия по отношению и к городу, и в целом. В самом же городе праздник на Центральной площади. Отмечают 75 лет со дня освобождения Донбасса от фашистской оккупации. Все как должно. Возложение лавровых венков к монументу, выступление первых лиц. Украинские военные выгнали боевую технику на радость детворе. Передовая от этой площади находится буквально в двух километрах. Однако празднику это не может помешать. Он имеет определенный символизм. Он как бы объясняет, что если когда-то захватчики были изгнаны из Донбасса, то и сейчас это должно произойти. Геннадий Вивденко, Вадим Ревун, Антон Чуженко. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. В Украине отмечают день освобождения Донбасса. Поздравить с этим праздником ветеранов-освободителей в Славянск приехали народные депутаты. О чем говорили в материале наших корреспондентов. В 1943-м сержант Усачев освобождал Донбасс от гитлеровцев. Сегодня Семену Ивановичу 93 года. Ветеран рассказывает, тогда неимоверными усилиями солдаты прорвали оборону противника и освободили родную землю. С болью вспоминает тот день, когда потерял несколько десятков боевых товарищей. Посадки как и небо. А там и кухня, и снаряды, и пушки. Как будто и небо. Главное, живите. Вы больше всего, что нужно, это нужно, чтобы вы живы. Нардеп Наталья Королевская приехала на Донбасс, чтобы поздравить с юбилеем ветерана. Сегодня бывший фронтовик вместе с семьей и земляками отмечает день освобождения Донбасса. С тех пор прошло ровно 75 лет. Семен Иванович помнит номер воинских частей и название всех сел и городов, через которые с боями прошел в составе своего 30-го полка. А его главным биографом стала внучка Маша. Он рассказывает, как он прошел боевой путь. Он мне много о чем рассказывает. И это все записываю в тетрадку. У меня уже много тетрадок. Сегодня здесь, на Донбассе, мы посещаем людей, и, к сожалению, уже единицы настоящих освободителей. Тех, кто освобождали Донецк, Снежное, Шахтерск, Славянск. Те, кто тогда, 75 лет назад, были еще мальчишками. Им по 17, по 18 лет было, но они шли и освобождали свою родину. После войны популярным на всю страну фронтовика сделала почтовая открытка. На ней солдат. Куском штукатурки выводит на здание поверженного Рейхстага свою фамилию – Усачев. Здравствуйте, Невоса Бриловна. Давно не видела. Побывала в гостях нардеп и у Любови Печко. Женщина прошла всю войну. С особым трепетом хранит письма, грамоты и даже памятку, которую ей выдали после мобилизации. А два года назад на параде в честь Дня Победы вместо поздравлений ее облили зеленкой радикалы. Оппозиционеры тогда требовали наказать молодчиков. Сама Любовь Самуиловна говорит – зла на обидчиков не держит. И сейчас сожалеет только о том, что стала свидетелем еще одной уже не объявленной войны. Хотя бы кончилась эта война. Она, наверное, не кончится никогда. Вот эта война. Они шли побеждать. Они верили в себя, верили в свою страну. Они верили в то, что победа будет за ними. Для того, чтобы нам, их внукам, правнукам, детям, подарить на 70 лет мир на нашей земле. Сегодня наш первый и самый важный долг перед ними. Честь памяти о них передать правильную историю. Честно и правдиво. Иван Петров, Наталья Шумакова. Подробности телеканал Интер. Объявление выборов на территории так называемых ДНР и ЛНР противоречит минским соглашениям. Об этом говорится в заявлении спикера ЕС Майи Касьянчич, опубликованном на официальном сайте Европейского Союза. В нем подчеркнули, что реализация минских соглашений является залогом достижения мира на Донбассе. И в этом контексте выборы 11 ноября, анонсированные боевиками, противоречат минским соглашениям, которые имеют конкретные положения, касающиеся организации избирательного процесса на данных территориях. Члены жюри 75-го Венецианского кинофестиваля призвали Россию освободить украинского режиссера Олега Сенцова. В своем обращении председатель жюри Гильермо Дель Торро, актер и режиссер Кристоф Вальц, актриса Науми Уотс, заявили, что обеспокоены физическим состоянием украинца, который голодает уже 119 дней. Я напомню, Олег Сенцов, который находится в одной из сибирских тюрем, объявил бессрочную голодовку 14 мая. Он требует освободить всех украинских политзаключенных. Работает ГРУ, расплачиваются богачи. В Великобритании вновь заговорили о конфискации российских денег в связи с расследованием отравления в Солсбери. Кому грозит наказание, давайте узнаем. Дорогие квартиры, роскошные яхты, огромные счета в банках. Вскоре российские олигархи могут лишиться этих атрибутов красивой жизни в Великобритании. После обнародования новой информации об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, толстосумам иностранцам грозят проверки имущества. По словам источников, Национальное агентство по борьбе с преступностью заинтересовалось активами около ста зарубежных бизнесменов. Большинство из них – россияне. Если эти люди не смогут доказать, что их британские активы получены законно, то могут потерять имущество. Как известно, закон, позволяющий конфисковать грязные деньги, приняли еще в начале этого года. Но полностью он так и не заработал. Несколько месяцев назад британская пресса подняла скандал, когда узнала, что за все время действия закона запросы на проверку имущества выдавали только трижды. Теперь, как сообщают источники в правительстве, ситуация изменится. Детали стройщепетельного процесса, который затрагивает интересы публичных людей, не разглашают. Но этот инструмент может быть использован Лондоном в качестве своеобразных санкций против России из-за отравления в Солсбери. Расследование инцидента продолжается. Британская пресса выяснила, что подозреваемые в отравлении Александра Петрова и Руслан Баширов в течение нескольких месяцев до совершения преступления шесть раз побывали в Швейцарии. Теперь полиция пытается выяснить, с кем они встречались. Эта информация может стать ключевой в расследовании. В доме Сергея Скрипаля в Солсбери, где произошло отравление, начали процесс очистки от следов новичка. Раннее строение и вовсе собирались снести. Ирина Иванова, Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Президент Порошенко настаивает, в 127 территориальных громадах выборы должны пройти как можно скорее. Об этом он заявил в интервью одному из региональных телеканалов. И местные власти, по мнению главы государства, должны приложить максимум усилий, чтобы голосование было честным и прозрачным. Но сейчас свое слово должен сказать парламент. И в срочном порядке рассмотреть вопрос о членах ЦИК. И сегодня же Петр Порошенко вместе с Владимиром Гройсманом побывали в Виннице, где отмечают День города. По случаю этих торжеств на Центральной улице провели праздничные концерты и даже рыцарские соревнования. По мнению Владимира Гройсмана, одна из главных причин успешного развития города – это взаимное уважение местной власти и его жителей. «Насправді Винниця не перевершена. Але це все відбулось тільки завдячуючи кожному з вас. Той, хто для себе визначив, що ми маємо право жити в кращому місці. Але ваша вимогливість до влади, ваша вимогливість до себе дає прекрасний результат. Депутат, фундаментальне, початком нашого успіху було те, що влада почала поважати своїх городів. В Кропивницькому на взятки в 5,5 тысяч долларов погорел депутат Горсовета. Його задержали в служебном кабинете во время передачи денег. Нардеп требовал их у предпринимателя, а взамен обещал вынести на рассмотрение сессии вопрос о выделении для бизнесмена земельного участка площадью 22 сотки. Задержанным оказался член земельной комитії Кропивницкого Горсовета депутат Юрий Деркаченко. И сейчас он находится в следственном изоляторе. Генеральный прокурор Украины готовит представление в Верховную Раду относительно снятия неприкосновенностей с одного из народных депутатов, который, по его словам, фактически причастен к уничтожению части оборонной страны. Фамилии, правда, не назвал. Об этом Юрий Луценко заявил в Днепре, где сегодня отмечают День города. Все подробности в нашем материале. В праздник о достижениях сотрудники прокуратуры отчитываются перед генпрокурором о результатах своей работы. Только за последние два года вернули в государственную собственность 278 объектов недвижимости Днепра, которые были незаконно приватизированы. Это и здания домов культуры, ЗАГС, библиотека, целые предприятия и заводы, и даже аэродром Каменка. Только земля, на которой он расположен, оценивает почти в 2 миллиарда гривен. В перечне и стратегически важные объекты Институт трубной промышленности, единственное предприятие, которое производило стволы реактивных систем залпового огня. Град, смерть, ураган. Юрий Луценко настроен решительно. Військовый завод, ракетный завод, директор которого уже находится справа в суде, а на открытии сессии Верховной Рады я на ближайшем часу нанесу поддание на соответствующего народного депутата Украины, который причетен до этого, я бы сказал, безпецедентного морального учинка, снищения фактически оборонной, частины оборонной промышленности нашей Украины. Всего сотрудники прокуратуры вернули в госсобственность недвижимость на 120 миллионов гривен. Говорят, это было непросто. Часть доказательственной базы, ее достать просто очень сложно на самом деле. Вот, поэтому это правда, это был проделан сложнейший путь. Этот путь не по всем объектам еще завершен, то есть еще слушаются дела в Высшем Верховном суде. Я бы очень просил, жесточайшие меры прокурорского реагирования, именно по случаям обычных простых людей, должны быть всегда, своевременно и самые карательные. Потому что коммунальное имущество, государственное имущество, государство сможет себя защитить. Нам надо защитить обычных простых людей. За плодотворную работу 15 сотрудников прокуратура сегодня получили сертификаты. Теперь они участники городской программы «Муниципальное жилье Днепра». «Муниципальное жилье Днепра». Радистный момент. Скажем так. Правоохранители признаются, в очереди на квартиру стоят более 10 лет и надеются, что вскоре обменяют сертификаты на ключи от новых квартир. Елена Мадалюк, Иван Беленко, подробности, телеканал «Интер», Днепр. В Адельской области жители Килийского района обвиняют чиновников в земельном рейдерстве. Утверждают, что те лишают их права на аренду сельхозугодий и отдают земли местным князькам. Село на грани социального взрыва. Люди провели предупредительный митинг. А вот что дальше, разбирались мои коллеги. С палатками возле райадминистрации люди со всего Килийского района взбунтовались после случая в селе десантные, когда на полях, которые обрабатывают много лет, увидели чужую технику. Оказалось, в августе местная чиновница Наталья Пятун отдала земли другим арендаторам, хотя прежние исправно платили за пользование наделами. Своё решение власти объяснили так. У прежних землепользователей не в порядке документы, а новые предложили более высокую арендную ставку. Селяне недоумевают, почему всё произошло за их спинами. Мол, они тоже могли бы предложить такую же цену или даже выше. Считают, их просто обвели вокруг пальца. Да, пусть он дал больше, но те люди, которые сегодня её обрабатывали, они знают об этом. Чего они не знают, даже здесь голова не знает, что вы уже кому-то дали. Так же не делайте. С главой района митингующие встретиться не смогли. Она уехала по служебным делам. В ответ на прозвучавшее обвинение Наталья Пятун говорит, аграрии сами должны были предложить властям более высокую арендную плату. Фермеров десантного называют взяточниками. Дескать, за обрабатываемые земли они годами платили копейки. Пользуясь тем, что люди не разбираются, понимаете, они вносят смуту. И смотрят, как выиграть свою наглую, беспринципную позицию по отношению к бюджету. Мы сегодня занимаем единую позицию в районе с командой. И мы взяли на себя обязательство поломать эту ситуацию в районе. Поломать вот эту земельную мафию. Селяне, в свою очередь, мафией называют саму Пятун. Дескать, её команда – это рейдеры, которые уже третий год захватывают земли по всему району. Цель прихода этих людей в район – это земля и государственные деньги. Я хотел помоляться, но, на жаль, мы имеем то, что мы имеем уже сегодня. Люди говорят, не только на словах готовы дать отпор оппонентам. У нас на сегодняшний день создан после этих событий местный отряд самообороны, порядка 70 человек. Если это не прекратится, помаленько начнем вооружаться. А что, куда? У нас другого выхода нет. На митинге селяне приняли резолюцию, попросили руководство области и в целом страны стать арбитрами в этом споре. Константин Редгин, Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности – телеканал «Интер» – Одесская область. Как возродить украинскую промышленность и обеспечить людей достойными зарплаты и пенсиями? Об этом представители ОПО-блока говорили на встрече с работниками Днепропетровского агрегатного завода. Сотрудники этого предприятия рассказали о своих проблемах и заявили, что их терпение находится на пределе. Аппозиционеры напомнили, что Политсила разработала пакет законопроектов по поддержке промышленности, но коалиция четвертый год блокирует их принятие. В результате уже 8 миллионов человек выехали за рубеж на заработки и в то же время все еще есть возможность улучшить социальную ситуацию в стране. Люди помнят, что когда я был губернатором Днепропетровской области, рост производства за 3 года был почти 25%. Они задавали очень конкретные вопросы. Очень сложно сейчас отвечать, потому что политика, к сожалению, нашей страны сегодня направлена наоборот, на деиндустриализацию. На то, чтобы оставить в стране 15 миллионов населения и сделать нас какой-то нищей агро-ГМО страной. С проданной землей уехавшими людьми и с остановленными предприятиями. Профессиональный праздник отмечают украинские нефтяники и газовики. Сейчас на них возложена нелегкая миссия. По планам Кабмина, Украина к 2020 году должна полностью отказаться от импорта газа. Поэтому уже сейчас нужно наращивать собственную добычу и разрабатывать новые месторождения. На одном из заводов, крупнейшем в Европе, Шебелинском, побывала губернатор Харьковской области. Подробности в материале. Первый газ из Шебелинского газового месторождения пошел по трубам в 1956-м. Это было крупнейшее в Европе месторождение, обеспечивавшее весь Союз. В Сибири газ нашли гораздо позже. За 62 года эксплуатации запасы газа на Шебелинке порядком истощены. Сейчас его добывать гораздо труднее. То есть сам по себе он уже не выходит с пластов. Не хватает энергетической мощности. Поэтому идет сегодня серьезнейшая модернизация. Модернизация технического переоснащения всех наших основных фондов. Дабы тот газ, который есть сегодня, хоть и при таких давлениях, мы его должны извлечь. По сравнению с прошлым годом, газовикам удалось добыть на 700 миллионов кубометров газа больше. В недрах запасы в 330 миллиардов кубов. В последние годы газовики активизировали разведку новых месторождений. Мы ведем сегодня работы по Святогорскому месторождению. Очень перспективное месторождение. Четыре скважины разведывательных показали обнадеживающие результаты. Ну и следующий перспективный, Герцевановский, это тоже в Харьковской области. И вот заканчиваем обустройство Писпаловского месторождения второй очереди. Полностью обеспечить Украину собственным газом можно, но для этого нужны вложения и время. От получения лицензии до добычи первого кубометра газа проходит пять лет. На сегодня в Угрозодобыче есть программа 2020, которая предусматривает добычу 20 миллиардов кубических метров газа к 2020 году. Это позволит с учетом других частных компаний выйти на уровень самообеспечения страны природным газом. Если все пойдет хорошо по результатам 2020 года, мы не будем импортировать газ из Европы. Отметить заслуги и поздравить газовиков с профессиональным праздником приехала глава Харьковской облгосадминистрации. В Харьковской области добывается 42% общеукраинского газа, занято больше 16 тысяч работников. А также доля газодобычи в общем объеме производства около 30%. Для Харьковской области и для Украины в целом это очень важный вопрос. Профессиональный праздник это не просто возможность поздравить людей, а возможность пообщаться и сверить часы. Будем поддерживать сферу и отрасль через каждого сотрудника, который работает в этой сфере экономики. В компании Укргаздобыча говорят, еще одна задача сейчас обновить оборудование на буровых. Оно работает уже 30 лет. Константин Ведин, Светлана Шекер, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер, Харьковская область. Объясниться и даже уйти в отставку призывают руководители Федерального ведомства по охране Конституции Германии. Против шефа службы внутренней разведки ополчились и журналисты, и политики. За что узнаем от Татьяны Лагуновой. Ханс Георг Массен редко дает интервью, но беспорядки в Хемнице исключения. Глава Федерального ведомства по охране Конституции встретился с журналистами одного из немецких таблоидов, чтобы дать свою оценку произошедшим событиям. И после этого интервью против чиновника ополчились и представители СМИ, и политики. Из большого развернутого интервью Германия обсуждает всего несколько предложений. Массен заявил, у его ведомства нет никаких доказательств, что во время беспорядков в Хемнице правые преследовали иностранцев. Дескать, видеозаписи травли, а их полно в интернете, могут быть неподлинными. И вообще все это похоже на целенаправленную дезинформацию, с целью отвлечь внимание общественности от убийства в Хемнице. Первыми возмутились немецкие журналисты, которые сами снимали и показывали подобное видео. От коллег, которые работали на месте событий и все видели своими глазами, мы знаем, травля имела место. В первую очередь преследовали тех, кто выглядел, скажем так, иначе, чем среднестатистический немец. А потом демонстранты начали нападать и на журналистов. Шестеро наших коллег получили травмы, и это была не случайность. Журналистов поддержали и политики, и потребовали от Массена. Подкрепить свои слова доказательствами. Депутат от нашей партии тоже был очевидцем событий в Хемнице. Он, как и другие, видел травлю. Есть видео, есть заявление в полицию, возбуждено 120 дел. Исходя из всего этого, я не могу понять господина Массена. Своими бездоказательными высказаниями господин Массен порождает политические спекуляции. Как глава ведомства, как госслужащий ФРГ, он не имеет права влиять на политические процессы. Канцлер должна действовать. Господин Массен больше не может занимать эту должность. Впрочем, рубить с плеча депутаты все же не готовы и хотят сначала выслушать самого виновника скандала. Его уже вызвали для объяснений в парламент. Татьяна Лугунова, Геннадий Аникейенко. Подробности немецкое. Найти автора анонимной статьи в Нью-Йорк Таймс потребовал от генпрокурора президент США Дональд Трамп. Я напомню, автор недавней публикации обрушился на Трампа, обвинив его в аморальности, нестабильном поведении. И утверждал, что сам является частью движения сопротивления в Белом доме, которое пытается не допустить реализации наихудших идей американского президента. После публикации члены команды Трампа как один поспешили заявить о своей непричастности к данному материалу. Сам Трамп выявление анонимно назвал вопросом национальной безопасности. В BBC полагают, что автор этой резонансной статьи вице-президент США Майкл Пенс, либо члены его команды. Как Илон Маск расслабился в прямом эфире и почему Меган Маркл решила вернуться в кино? Обо всем этом прямо сейчас. Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск решил расслабиться в прямом эфире радиопередачи и покурил марихуану. Бизнесмен стал гостем ведущего подкаста в Джо Рогана. Маск отметил, что раньше никогда не употреблял наркотик и переспросил, законно ли это делать. Однако ведущий заверил, что в Калифорнии, где состоялась двухчасовая встреча, марихуана легализирована. Поэтому закон миллиардер не нарушил. В Нью-Йорке состоялась неделя моды, где главной темой показа стали диснеевские злодеи. Дизайнеры подошли к вопросу ответственно и создали костюмы, которые максимально подчеркнули героев из разнообразных мультфильмов. Во время часового показа на подиум вышли модели, чьи дизайнерские вещи напомнили зрителям о главных злодеях, таких как, к примеру, морская ведьма Урсула из анимационного фильма «Русалочка» и Старвелла де Виль 101 «Далматинец». Вдохновили модельеров и эпатажные образы певиц Леди Гаги и Ники Минаж. В Британии грузчики из аэропорта Хитро устроили необычный танцевальный флешмоб в память о легендарном певце Фредди Меркьюри. В ярко-желтых костюмах и с чемоданами в руках они исполнили танец под известную композицию «I want to break free». Постановкой номера занимался известный хореограф, а зрителям флешмоба стали пассажиры пятого терминала, где Фредди Меркьюри работал незадолго до того, как основал группу Queen. Один из основателей «Битлз» Пол Маккартни возвращается на сцену с новым музыкальным альбомом. Это 17-й по счету сборник песен 76-летнего кавалера Ордена Британской империи и первый, выпущенный за последние пять лет. В нем 16 треков. В честь этого события Маккартни даст онлайн-концерт, который будет транслироваться в Ютубе в ночь на 9 августа. Почтовая служба США выпустила памятную марку, посвященную Джону Леннону. Презентация прошла в Центральном парке Нью-Йорка. На марке Леннон изображен в своих знаменитых круглых очках и с ерошенными волосами. Фотография была сделана в 1974-м для пятого сольного альбома музыканта. На мероприятии присутствовали вдова музыканта Йоко Оно, его сын Шон Леннон, а также сотни поклонников группы «Битлз». Новоиспеченная жена принца Гарри Меган Маркл возвращается в кино. Впервые с момента свадьбы герцогиня Сасакская появится в документальном фильме о Елизавете II, который выйдет в прокат уже в следующем году. Картина будет состоять из двух частей и расскажет о глобальном влиянии королевы Елизаветы II на мир. Раскроют режиссеры и некоторые интимные стороны жизни королевы. В частности, поведают об отношениях со внуками принцем Уильямом и Гарри. Армянская апостольская церковь сегодня празднует Рождество Пресвятой Богородицы. Как прошел праздник и что общего между Софией Киевской и Армянской диаспорой Украины? Об этом в нашем материале. Покровская церковь на Подоле. Участники Союза Армянской молодежи Украины пришли помолиться Пресвятой Богородице. Признаются, это место выбрали не случайно. Была церковь армянская, которую сожгли. И она называлась Рождение Богоматери. Решили в этот праздник посвятить это место, где была наша церковь, и помолиться Богоматери, чтобы она всегда ходатайствовала за нашу молодежь, за нашу страну, за ту страну, в которой мы сейчас живем в Украине, и за всех христиан. После молитвы члены Союза Армянской молодежи Украины возложили цветы к мемориалу, которые воздвигли на месте сгоревшей Армянской церкви. Приехали со всех уголков страны. На сегодняшнее мероприятие приехали представители с разных городов. Все являются председателями своих молодежных организаций, в своих городах армянских молодежных организаций. Для нашей молодежи очень важно помнить и чтить такие даты. Мы организовываем это регулярно. В Киеве была довольно большая верменская община не только в 14-м или позже столетия. И в Софийском соборе мы можем их простежить от уже 11-го столетия. Изучение истории и культуры армянской диаспоры – одна из главных задач Союза Армян Украины. Сотрудничает он и с национальными музеями. К примеру, недавно совместно с историками заповедника София Киевская провели круглый стол. После того, как армянский храм сгорел, был уничтожен, точно неизвестно. Армяне вынуждены были прийти и попросить митрополита, чтобы получить разрешение проводить богослужение именно вот в этой части. В пределе армянском существуют армянские граффити. 16-го, начало 17-го столетия, который четко фиксирует тот факт, что в этом пределе существовали армяне. Такие мероприятия необходимы для развития национальных музеев, уверяют работники заповедника. Кроме того, подобные встречи помогают более детально исследовать культуру армянской диаспоры и ее происхождение. Сегодняшний круглый стол актуализовал такие вопросы, как повторное исследование, пошук неведомых ранее джерел исторических, которые позволяют нам простежить историю вирменской общины Киева. В Союзе армян Украины обещают, что подобные обсуждения станут традицией. Андрей Кровец, Леонид Аборин. Подробности телеканал Интер. Это все новости на сегодня. Нескучного вам субботнего вечера и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова